Воспоминания о своем детстве Уфачевой Антонины Семеновны Уфачевали разрушенные школы, больницы, магазины Затопили шахты И немцы поселились в домах Нас выселили в подвалы Нас на то время была мама И нас четверо детей Папа с первых дней войны ушел на фронт У нас, так как мы жили в пригороде У нас было небольшое хозяйство Немцы, конечно, за все уничтожили, все съели У нас были поросята, куры Много было в подвале всяких заготовок Вот, все это съели Мы сильно голодали, был страшный голод Есть было совершенно нечего Мама нам не разрешала выходить Но мы все равно выходили, когда мамы дома не было Выходили на улицу Так же соседские дети выходили, играли Нас они не трогали А вот евреев уничтожали Всех подряд И за это Грозили тем, что если кто укроет евреев Грозили смертной казнью И В один день У нас там называлось такое место Бабий Яр Туда этих евреев И взрослых, и детей И расстреливали, и живых всяких Сбрасывали в этот яр Было сильно страшно Я помню, детей не брали А вот взрослых, население в обязательном порядке Чтобы все явились Смотреть на то, как они расправляются с евреями Есть было нечего Мы ели траву, лебеду, крапиву На пруду ловили ракушек Ложили их на солнце, они раскрывались И вот эти внутренности ели И варили, как называли супы Вода, и вот эти ракушек туда бросали Ели И все время ощущали чувство голода Очень хотелось есть Но мама вот иногда так же Соседками они ездили в ближайшую деревню И меняли некоторые, ну как сказать Барахло на продукты Привозили иногда там картошку, молоко Ну кто же что даст? Многие даже умирали от голода Лечить в больнице не было Все было уничтожено И поэтому даже много умирали от голода Особенно дети Когда освободили город Я пошла в первый класс Школы были разрушены Поэтому первый год мы учились на конюшне Там не было освещения Висели такие шахтерские, назывались лампы У нас не было учебников Не было тетрадей Мы писали карандашом На всяких обрюхов газет Но учиться нам очень хотелось Как мы слушали учителя Нам так все было интересно Было очень трудно Но тяга по чуду была большая Нам очень хотелось учиться Но школы постепенно восстанавливали И уже потом во второй класс Я пошла в настоящую школу Но также было очень трудно По прежнему долгое время Еще не было тетрадей, книг Но учились Я пережила войну Война это страшно Не дай Бог Чтоб снова была война Но я делала все для того Чтоб никогда не было войны Чтоб никогда не повторились Эти страшные ужасы Этот голод, холод И хочу, чтобы особенно Современные молодежи Учились, любили свою родину Были патриотами Чтоб никогда Еще раз повторяю Не повторилась эта страшная война Чтоб всегда над нами Было чистое голубое небо Чтоб никогда мы не слышали Грохот и колонад Чтоб люди жили мирно Под голубым небом Всегда Детям, пережившим ту войну Поклониться нужно До земли В поле В оккупации В плену Продержались Выжили Смогли В оккупации Смогли В оккупации